Дом правительства Дом правительства Дом правительства Дом правительства в историческое будущее и, конечно же, непоголебимую веру в российский народ и в российское государство. Человек, обладавший железной волей, он, по сути, сумел переломить ход истории и изменить вектор развития страны и преобразовал Россию в по-настоящему суверенное, мощное государство, вошедшее в круг великих европейских держав. Премию по направлению социально-экономическое развитие Российской Федерации получил руководитель Института проблем химико-энергетических технологий Геннадий Сакович. Он один из создателей российского ядерного щита, создатель ракетно-космической техники, родоначальник таких направлений, как производство наноматериалов, основатель первого в стране института, который исследует биотехнологии. Сопоставляя эту премию с именем Петра Первого, невольно думаешь о том, что мы должны крепко, серьезно думать о развитии нашего Отечества. Во всех классах, и в плане экономическом, и в плане промышленном, и в плане военном. Тем более, что нынешнее время к этому даже и серьезно нас обязывает. В направлении укрепления правового государства награждена доктор юридических наук, директор Института законодательства и сравнительного правоведения Талия Хабриева. Премия Петра Великого, она особенная. Вот для меня она означает не только дань уважения памяти Великого Петра. Это утверждение преемственности, как основы нашего дальнейшего развития. А теперь это закреплено напрямую в Конституции. И в ней же говорится об обновленных конституционных ориентирах, которые тоже возвращают нас к историческим истокам. А в номинации «Укрепление международного авторитета» за заслуги в развитии внешней политики, международных отношений, а также в укреплении позиций России на международной арене, награда досталась научному руководителю Института востоковедения Виталию Наумкину. Сегодня много говорится о повороте на восток. По большому счету мы никогда оттуда не уходили. И по большому счету нам, может быть, и поворачиваться не надо, потому что восток с нами. И не случайно, что сегодня именно подавляющее большинство стран востока, оно отвергает позорные санкции Запада против России, позорное осуждение России и страны востока с нами. Весьма символично, что каждая из трех номинаций премии имени Петра Великого соответствует ключевым направлениям петровских преобразований. Лауреаты получили почетный знак и диплом службы информации фонда «История Отечества». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова